Буквально несколько минут назад появилось сообщение, военные покидают аэропорт Симферополя. Напомню, он тоже еще ночью был окружен неизвестными вооруженными людьми. Сейчас возле Симферопольского аэропорта находится наш корреспондент Михаил Колесников. Михаил, добрый вечер. Так действительно ли военные покидают территорию аэропорта в Симферополе? Здравствуйте еще раз, Роман. Для начала главной новости. Буквально 5-10 минут назад приземлился самолет с Петром Порошенком на борту, который прилетел в Крым для того, чтобы провести переговоры с новым председателем Совета Министров и главой Верховной Рады Крыма. Петр Порошенко в данный момент, вот он как раз уходит. Вот он, вот он пошел. Я попрошу оператора показать. Только что он давал небольшую пресс-конференцию. Собственно, его комментарии мы покажем позже. Он сказал, что приехал один без охраны. И, как он говорит, так называемая дружина пыталась ему здесь помешать подойти к прессе и вообще зайти на территорию аэропорта. Но он вышел. Главная цель переговоров не допустить раскола территориальной целостности Украины. Решение вот этой сложной ситуации, которая сейчас сложилась на полуострове. О позиции Киева относительно новых назначений в Крыму. Он сказал, что было сегодня заявление Верховной Рады и будет еще заявление. То есть пока он как бы не высказывал четкой позиции. Но однозначно, что позиция, ну, в общем, как бы негативная. Ну и, собственно, о передвижении военных. Ну, пока что они находятся здесь, эти вооруженные люди. Вон они там выстроились и возле здания. Находятся и внутри здания аэропорта, в ресторане. Здание сейчас оцеплено дружинниками. И также группы военнослужащих, примерно по 17-20 человек, время от времени садятся в автомобили, уезжают. Ну, соответственно, приезжают другие, те, которых они сменили. То есть это некие ротации. Как мы знаем, они охраняют вышку управления полетами. Возможно, это как, ну, своего рода пост. То есть они производят вот такие смены. Также они патрулируют еще пока что площадь перед аэропортом. Ну, то есть, может быть, какие-то части их какая-то покинула, территорию. Но все же пока что они находятся здесь. Вот такая ситуация в данный момент. Роман. Спасибо, Михаил. Ждем от вас новой информации к подробностям в 20.00. Я напомню, это был наш коллега Михаил Колесников.